дистанционное типирование показательные очного нет пока статьи об этом нету ну вот ответим потому что тема актуальна почему дистанционное типирование лучше чем очная дело в том что во время очного типирования там но должно совпасть несколько факторов да то есть допустим мы с катерина вдвоем типируем человека который пришел типироваться он находится в каком-то состоянии они взволнованным еще в каком-нибудь да кстати как правило взволнованным потому что это новая ситуация это незнакомые люди типирование вообще психологически людей довольно сильно выбивает из колеи потому что это претензия на вторжение в какое-то личное пространство человека потому что когда тебе говорят какой у тебя тип это все-таки задевает какие-то очень личные глубокие штуки и многие люди это переносят сложно опять же там у многих есть уже какая-то версия не очень переживают в кого его протипируют как он создаст впечатление в общем огромное количество факторов которые выливают в такое стрессовое достаточно состояние вот это как минимум и во-вторых для того чтобы протипировать человека должно совпасть огромное количество случайных факторов которые не должны помешать потому что очень важно находиться в нормальном спокойном состоянии самим типировщиком ничего не упустить держать в голове целую кучу критериев все перепроверить и чтобы все вывод был в итоге точным и при этом если вдруг какие-то сомнения возникают при очном типирование нет возможности потом дополнительно это как-то перепроверять когда человек типируется дистанционно он присылает видео то есть у него есть скажем так как это называется протокол до его его ответов это можно пересмотреть в разном состоянии это можно перепроверить отдельные моменты вернуться посмотреть еще раз то есть это гораздо надежнее потому что можно спокойно проанализировать человек записывающий видео находится у себя дома спокойно записывать так как ему удобно хоть с 500 дубля вот поэтому тут это более комфортная психологическая обстановка и для типируем уго и для нас как для экспертов потому что такое видео гораздо проще проанализировать но главное чтобы ответы были развернуты да ну а если у нас если ответов недостаточно мы высылаем какие-то дополнительные вопросы потому что всегда видно когда информации либо не хватает либо она какая-то противоречивая вот всегда это значит что нужно копать дальше ну либо пересматривать потому что некоторых людей мотивируем достаточно быстро некоторых типируем по несколько дней долго и мучительно хотя тип у человека может быть вообще достаточно распространенный но он у него проявлен каких-нибудь каким-нибудь хитрым образом вот либо наши собственные типы состояния и все что угодно начинают чудить опять же когда мы с человеком встречаемся очно то здесь накладывается и его состояние и наше какое-то состояние и плюс куча других косвенных факторов и все это может получиться из этого короче какая-то огромная каша и лучше в общем типировать действительно дистанционно вот в ней соционики типируют точно в течение шести часов по моему это перебор а некоторые типируют за час сразу по двум типологии то есть это же перебор но это разные крайности одного и того же то есть зачем человека так долго мурыжить это не обязательно обеспечит точность потому что за шесть часов могут может устать не только человек которого типирует но и сами эксперты они тоже живые люди и в итоге может получиться какая-нибудь лажа у них опять же нет протокола чтобы его перепроверить перри как-то посмотреть и так далее вот ну и опять же у всех социоников свой подход многие слишком много возлагают надежд на поведение многие вообще соционический тип сводят к характеру к поведению к привычкам поэтому конечно им нужно за человеком шесть часов понаблюдать чтобы какие-то выводы сделать это вся вот эта ситуация шестичасовая для него может быть опять таки стрессом он может вести себя нетипично как он ведет себя в обычной жизни поэтому тут такой вообще типирование та самая сложная тема в соционике есть еще ряд моментов над которыми мы работаем их исследуем это всякие интересное наложение психософских типов на соционическое и и развлечение всяких вот вещей которые могут друг друга маскировать и мы очень сильно эти моменты стараемся прорабатывать для того чтобы отделить с одного другого и вот на стыке вот этих двух типологий там есть еще ряд таких белых пятен которые нужно исследовать которыми никто в соционике раньше не занимался а их нужно закрыть для того чтобы вот точность максимально повышалась у нас и анкета для этого модернизируется и соционическое психософская потому что там бывают всякое разное и и и и и и и